31 год за решеткой. В Ливерпуле закончился суд над бывшим детским футбольным тренером Барри Беннеллом. Во время оглашения приговора судья назвал его воплощением дьявола. Почему? Светлана Черницкая из Лондона. Барри Беннелл был одним из самых профессиональных и харизматичных детских футбольных тренеров 80-х. Ему действительно удавалось открывать таланты. Беннелл тренировал мальчиков, проводил футбольные уикенды и организовывал лагеря. Часто приглашал детей на ночевку к себе. Жертвы называли дом Беннелла «раем» для парней. Там были игровые автоматы, футбольный инвентарь на любой вкус, еда из ресторанов и даже экзотические звери. И именно там произошло большинство случаев насилия. А еще в машине, раздевалках и даже на футбольном поле. 12 теперь уже взрослых мужчин обвиняют Беннелла в домогательствах. Уверяют, пострадавших гораздо больше. Но не всем хватает смелости рассказать о произошедшем. Я не думал, что когда-нибудь расскажу об этом. Но сейчас чувствую, будто годами носил на плечах 100 тонн. И вот этот груз свалился. Я уверен, во многих клубах подозревали о происходящем, но покрывали Беннелла. Их интересовало одно – супертренеры, а не то, что эти люди потеряли доверие детей. Сейчас Беннеллу 64 года. Он болен раками и утверждает, что имеет проблемы с памятью из-за болезни. Ни малейшего сожаления не выражает. Это уже не первый суд для футбольного тренера. В 95-м Соединенных Штатах его признали виновным в расслении малолетнего мальчика. А после экстрадиции в Великобританию осудили еще дважды. По разным оценкам, количество жертв Беннелла может перевалить за две сотни. И тут уже вопросы к футбольным клубам, на которые работал тренер. Манчестер-Сити, Нью-Кассел и Кру Александра. В бездействии обвиняют и футбольную ассоциацию. Ведь насилие над малолетними мальчиками продолжалось целые десятилетия. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер».